Всем привет! Меня зовут Леонид. Сегодня мы проведем краткий обзор всех полноразмерных краскопультов Jetta Pro. Расскажем о новинках. И у нас будет выстроен ролик таким образом, что мы начнем от самых продвинутых моделей и завершим самыми простыми. Оставайтесь с нами, будет интересно. Краскопульт GP5500 LVMP поставляется в алюминиевом кейсе. В комплект поставки входит ключ, штекер, щетка, два шестигранника и фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок, руководство по эксплуатации, регулятор давления с манометром и сам краскопульт. На нем есть три регулировочных винта, настройка факела, подача материала и регулировка входного давления. Данный образец работает при входном давлении в 2,5 бара, потребляет 330 литров в минуту и имеет ширину факела в 26 см. Может поставляться с соплами 1,3 и 1,4 мм. Краскопульт GP5500 HVLP поставляется в алюминиевом кейсе. В комплект поставки входит ключ, штекер, ершик, два шестигранника, фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок, руководство по эксплуатации, регулятор давления с манометром и сам краскопульт. На корпусе у него присутствуют три регулировочных винта, настройка факела, подача материала и регулировка входного давления. Данный образец работает при входном давлении в 2 бара, потребляет 380 литров в минуту и имеет ширину пятна окрасочного 26 см. Поставляется с соплом 1,3 мм. Краскопульт GP5000 LVLP поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит ключ, два шестигранника, одноразовый фильтр в бачок, непосредственно сам бачок. Инструкция и краскопульт, который упакован в такой белый мешок. На корпусе имеется три регулировочных винта. Это форма факела, подача материала и настройка входного давления. Данный экземпляр работает на входном давлении в 2,5 бара, потребляет 350 литров в минуту, имеет ширину факела 25 см и поставляется только с одним соплом 1,4 мм. Краскопульт GP5000 HLP и LVLP на данный момент у нас есть в наличии наборы. То есть при помощи этого набора мастер может полностью обслужить и поменять все внутренние части краскопульта, пружинки, прокладки, уплотительные кольца и вернуть своего помощника в строй. А также всегда может докупить набор сменных сопел. То есть это воздушная голова, сопло и игла. Краскопульт GP5000 HLP поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит ключ, щетка, два шестигранника, одноразовый фильтр в бачок. Сам бачок. Инструкция по эксплуатации. И краскопульт упакован в такой белый мешочек. На корпусе имеется три регулировочных винта. Это настройка факела, подача материала и регулировка входного давления. Данный экземпляр работает на входном давлении 2 бара. Потребляет воздух 370 литров в минуту. Имеет ширину факела 26 см. И поставляется только с одним соплом. 1,3 мм. Краскопультом GP5000 HLP и LVMP на данный момент у нас есть в наличии наборы. То есть при помощи этого набора мастер может полностью обслужить и поменять все внутренние части краскопульта. Это пружинки, прокладки, уплотительные кольца. И вернуть своего помощника в строй. А также всегда может докупить набор сменных сопел. То есть это воздушная голова, сопло и игла. Краскопуль GP400 LVMP. Поставляется в картонной коробке. В комплект в поставке входит ключ, ёршик, щетка, штекер, шестигранник и одноразовый фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок и краскопульт, который упакован в такой мешок. На краскопульте есть три регулировочных винта. Это настройка факела, подача материала и регулировка входного давления. Данный образец работает на входном давлении 2,5 бара. Потребление воздуха 330 литров в минуту. Имеет ширину факела 25 см. И поставляется с соплом 1,4 мм. Краскопультом GP400 HVLP и LVMP у нас имеется в продаже набор ZIP. То есть ремонтный набор прокладок и пружинок. Если у мастера краскопульт вышел из строя, он его там замочил в ацетоне, ну одним словом испортил, да, то у нас есть набор, при помощи которого он его вернет в строй и продолжит работать. Вот такой вот набор. Еще имеется у нас набор ремонтных сопел. То есть это воздушная голова, сопло и игла. Краскопульт GP400 HVLP поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит ершик, щеточка, штекер, ключ, шестигранник и одноразовый фильтр в бачок. Непотребственно сам бачок. Инструкция по эксплуатации. И сам краскопульт, который упакован вот в такой мешок. На корпусе имеется три регулировочных винта. Это регулировка формы факела, подача материала и настройка входного давления. Работает краскопульт при входном давлении в 2 бара. Потребляет воздуха 400 литров в минуту. Имеет факел 26 см. Опять же, поставляется только с соплом 1,3 мм. Если у мастера выйдет краскопульт из строя, он его замочил в ацетоне, в растворителе, испортились прокладки. Соответственно, у нас есть, на данный момент есть в наличии набор ZIP для краскопультов GP400 HVLP и GP400 LVLP. То есть, мастер может это обслужить, поменять, отремонтировать и вернуть в строй свой краскопульт. А также, всегда можно докупить ремонтный набор. Это воздушная голова, сопло, игла. GP300 LVLP. Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входит ключ, щетка, штекер и одноразовый фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок, инструкция, регулятор давления с манометром и сам краскопульт. Он имеет три регулировочных винта. Это факел, регулировка факела, подача материала и настройка входного давления. Работает на входном давлении 2,5 бара. Потребляет воздуха 250 литров в минуту. Имеет ширину факела 24 см. Может поставляться соплами 1,3, 1,4 и 1,8 мм. Краскопульт GP300 HVLP. Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входит ключ, щетка, одноразовый фильтр в бачок и ёршик. А также сам бачок, инструкция, регулятор давления с манометром и непосредственно сам краскопульт. На корпусе он имеет три регулировочных винта. Это форма факела, подача материала и регулировка входного давления. Данный краскопульт работает на входном давлении в 2 бара. Имеет потребление воздуха 270 литров в минуту. Поставляется с соплом 1,3. И ширина факела у него 23 см. Краскопульт GP4400 поставляется в коробке. В комплект поставки входит ключ, щетка и одноразовый фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок, инструкция и краскопульт. Краскопульт на корпусе имеет три регулировочных винта. Форма факела. Это подача материала. И регулировка входного давления. Краскопульт относится к системе LVMP. LVMP среднее давление. Рабочее входное давление 2,5 бара. Потребление воздуха 270 литров в минуту. Ширина факела 23 см. Краскопульт GP931PR поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит ключ, щетка, шестигранник. Это штекер и одноразовый фильтр в бачок. Непосредственно сам бачок. Инструкция по эксплуатации. Краскопульт упакован в такой вот мешочек. Имеет на корпусе три регулировочных винта. Это форма факела, подача материала и регулировка давления. 931-й краскопульт относится к системе LVMP среднее давление. Работает при входном давлении в 2,5 бара. Потребление воздуха 320 литров в минуту. Ширина факела 26 см. Может комплектоваться с соплами от 1,3 до 2 мм. Краскопульт GL827 поставляется в коробке. В комплект входит ключ, щетка, штекер, ершик, одноразовый фильтр и шестигранник. А также бачок, инструкция и сам краскопульт. Краскопульт имеет на корпусе три регулировочных винта. Это форма факела, подача материала и регулировка давления. Соответственно, относится краскопульт 827 к системе HVMP. Рабочее давление 2 бара. Потребление воздуха 260 литров в минуту. Ширина факела 20 см. Краскопульт GL990P Convy. Поставляется в картонной коробке. Комплектуется бачком и инструкцией. Имеет на корпусе две регулировки. То есть, два регулировочных винта. Это регулировка формы факела. И регулировка подачи материала. Обратите внимание, что регулировки входного давления на корпусе нет. То есть, нужно будет использовать манометр. Ширина факела данного краскопульта 20 см. Потребление воздуха при входном давлении 3,5 бара 190 литров в минуту. Система конвекциональная. То есть, может иметь сопло от 1,3 до 2,5 мм. Итак, видео подошло к концу. В этом ролике мы вам показали, рассказали. Вкратце, конечно, рассказали, показали. Сделали тест выкрасы. Замерили давление рабочее. Показали, как мы это делаем. Чтобы у вас хоть какое-то понимание было, как работают наши краскопульты. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. У нас есть телеграм-чат. Тоже будет ссылка в описании. Подключайтесь. Там живое общение с мастерами, с нами технологами. Можно обмениться видеофайлами, фотографиями. И получать оперативную обратную связь. Так что, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok